Средний размер трудовой пенсии по старости теперь составит 11600 рублей. Социальная пенсия вырастет до 7500. Также увеличатся пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Граждан, пострадавших в результате техногенных катастроф, детей-инвалидов. Напомним, это уже второе повышение в нынешнем году. Первое было в феврале. Символ Кабардино-Балкарии теперь можно увидеть и на денежном знаке. Сегодня Банк России выпустил в обращение монету номиналом 10 рублей с изображением герба-анальчика. Отчеканена она в количестве 10 миллионов штук. Монета выполнена из недрагоценного металла. Ее диаметр 22 миллиметра. На лицевую сторону нанесена цифра номинала, а на оборотную – герб столицы Кабардино-Балкарии. На боковой поверхности – прививистое рифление. Монета выпущена в рамках серии «Города воинской славы». Сегодня день смеха. История праздника насчитывает по разным данным от трех до пяти веков. В этот день можно позволить себе разыграть родных, близких и даже незнакомых людей. Главное, чтобы шутка была доброй. Ведь смысл праздника в том, чтобы доставить радость окружающим. Тему продолжит моя коллега Лейла Махова. 1 апреля в России считается днем смеха, веселых розыгрышей и, конечно же, улыбок. Наша съемочная группа вышла в горы для того, чтобы проверить, сколько людей готовы ответить взаимностью на улыбку случайного прохожего. А вот если вам улыбаются просто обычным прохожим, что вот ваша реакция, что вы думаете? Так, ну, полагается, думаю, что они сумасшедшие. Да? Да, как обычно у нас. Ну, вы даже как считаете? Нет, конечно. Если вам прохожие просто улыбаются. Появичность, в общем-то, на данной жизни люди. Настроение его и мне передается. А как часто вы улыбаетесь? Когда настроение есть и когда здоровье есть. А груши почет? И когда вижу красивых девочек. Как часто? В СИЗО. Всегда. Мероприятия, приуроченные ко дню смеха, начались еще накануне. Так сотрудники ГИБДД провели акцию «Улыбнись и пристегнись». А помогали им юный инспектор дорожного движения. Ребята под присмотром взрослых останавливали машины и напоминали водителям о необходимости пристегнуться. А в качестве подарка предлагали приклеить на лобовое стекло веселый смайлик. Всего ребята раздали более двух тысяч улыбок от ГИБДД. В этом месяце земляне станут свидетелями двух затмений. Лунного 15 апреля и солнечного 29 апреля. Это, конечно, впечатляющее событие. Но специалисты предупреждают. Астрономические явления не проходят бесследно для здоровья человека. Лунные затмения влияют на психику, провоцируя эмоциональную нестабильность и беспричинные капризы у детей. Солнечные затмения вызывают головные боли, скачки давления, обострение хронических заболеваний. Потому будьте внимательны к своему здоровью. Анюар Гидуев выступит на чемпионате Европы по спортивной борьбе в составе сборной нашей страны, сообщает Российская Федерация этого вида спорта. Соревнования начнутся сегодня в финском городе Ванта. Вольник Анюар Гидуев – обладатель звания чемпиона Европы прошлого года. В результате полученных травм долгое время не выступал. На ковер вернулся в январе 2014-го и стал победителем турнира Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. По мнению тренеров российской сборной, Гидуев является лидером в весе до 74 килограммов и претендентом на золотую медаль. Европейское первенство в Финляндии завершится 6 апреля. На этом все. Увидимся в следующем часе. Приветствую зрителей программы «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Сегодня в России повышаются пенсии. Индексация коснется 38 миллионов человек, сообщает РИА Новости. Средний размер трудовой пенсии по старости теперь составит 11 600 рублей. Социальная пенсия вырастет до 7,5 тысяч. Также увеличатся пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Граждан, пострадавших в результате техногенных катастроф, детей-инвалидов. Напомним, это уже второе повышение в нынешнем году. Первое было в феврале. Символ Кабардино-Балкарии теперь можно увидеть и на денежном знаке. Сегодня Банк России выпустил в обращение монету номиналом 10 рублей с изображением гербанальчика. Отчеканена она в количестве 10 миллионов штук. Монета выполнена из недрагоценного металла. Ее диаметр 22 миллиметра. На лицевую сторону нанесена цифра номинала, а на оборотную герб столицы Кабардино-Балкарии. На боковой поверхности прерывистое рифление. Монета выпущена в рамках серии «Города воинской славы». Сегодня день смеха. История праздника насчитывает по разным данным от 3 до 5 веков. В этот день можно позволить себе разыграть родных, близких и даже незнакомых людей. Главное, чтобы шутка была доброй. Ведь смысл праздника в том, чтобы доставить радость окружающим. Тему продолжит моя коллега Лейла Махова. 1 апреля в России считается днем смеха, веселых розыгрышей и, конечно же, улыбок. Наша съемочная группа вышла в горы для того, чтобы проверить, сколько людей готовы ответить взаимностью на улыбку случайного прохожего. А вот если вам улыбаются просто, вот обычный прохожий, что у вас, ваша реакция, что вы думаете? Так, ну, полагается, думать, что не сумасшедший. Да? Да, как обычно у нас. Ну, как же так считается? Нет, конечно. Если вам прохожий просто улыбается. По личности, в общем, на данный момент жизни улыбается. Настроение его и мне передается. А как часто вы улыбаетесь? Когда настроение есть и когда здоровье есть. А груши почет? И когда вижу красивых девочек. Как часто в СИЗО. Всегда. Мероприятия, приуроченные ко Дню смеха, начались еще накануне. Так сотрудники ГИБДД провели акцию «Улыбнись и пристегнись». А помогали им юные инспекторы дорожного движения. Ребята под присмотром взрослых останавливали машины и напоминали водителям о необходимости пристегнуться. А в качестве подарка предлагали приклеить на лобовое стекло веселый смайлик. Всего ребята раздали более двух тысяч улыбок от ГИБДД. В этом месяце земляне станут свидетелями двух затмений. Лунного 15 апреля и солнечного 29 апреля. Это, конечно, впечатляющее событие. Но специалисты предупреждают. Астрономические явления не проходят бесследно для здоровья человека. Лунные затмения влияют на психику, провоцируя эмоциональную нестабильность и беспричинные капризы у детей. Солнечные затмения вызывают головные боли, скачки давления, обострения хронических заболеваний. Потому будьте внимательны к своему здоровью. Анюар Гидуев выступит на чемпионате Европы по спортивной борьбе в составе сборной нашей страны, сообщает Российская Федерация этого вида спорта. Соревнования начнутся сегодня в финском городе Ванта. Вольник Анюар Гидуев – обладатель звания чемпиона Европы прошлого года. В результате полученных травм долгое время не выступал. На ковер вернулся в январе 2014-го и стал победителем турнира Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. По мнению тренеров российской сборной, Гидуев является лидером в весе до 74 килограммов и претендентом на золотую медаль. Европейское первенство в Финляндии завершится 6 апреля. На этом наш выпуск завершен. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин